Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я люблю индусов. Она тебя тоже любит! Только я пока не знаю, что именно упало. Ладно, потом... Так, ладно. Я сегодня попробую что-нибудь рассказать про модули ядра. Вообще, что это такое, как они работают и как это сделать. На каких-то элементарных примерах. Экологов покажу и покажу еще одну штуку, которую сделал сам. Она забавная. Просто изначально архитектура подразумевает то, что существует пространство ядра, которая выполняется на уровне ниже, чем в пользовательских приложениях. И они имеют привилегированный доступ и... Короче, они... Короче, она работает хорошо. Вот. Эта картинка... Я ее сам нарисовал. Она плохая. И я в интернете нашел картинку поинтереснее, покрасивее, которую сделал кто-то. Она немного поточнее отображает и... Ну, как это все работает. Дальше. Ядра бывают разные. В том числе их архитектуры. Ну, тут рассмотрим архитектуру аналитного ядра, который используется в основном, также в нашем линупсе, в поездоядрах и так далее. Это ядро по типу all-in. Вот. У нас есть большой набор того, с чем мы можем работать. Оно обеспечивает сразу и системные вызовы, файлоп-система, межпроцессное взаимодействие. Все внутри. Оно большое и работает. Для него не нужны никакие дополнительные настройки и так далее. Оно монолитное. Так называется монолитным. Также существует архитектура микроядер. Это когда в самом ядре организуются только какие-то основные компоненты, а остальное все строится на основе модулей. Ну, на самом деле это просто ради примера, и рассматривать их особо не буду. Также существуют гибридные ядра. Они, ну, скажем так, это своеобразное улучшение или продолжение микроядер. Это когда внутрь ядра засовывают что-то дополнительное, но при этом поддерживают модульность сильную. Но, возвращаясь к нашим монолитным ядрам, можно сказать одну интересную вещь. Видно, что, ну, самый простой пример – это драйвера находится также у нас в ядре. И с этим может возникнуть определенная проблема, когда, например, мы подключаем какую-нибудь веб-камеру, допустим, и этот драйвер устанавливается. Чтобы его установить, нужно было бы копилировать ядро полностью и переспускать, и вообще это не очень весело. И мало кому это понравилось бы. Поэтому придумали такие чудесные вещи, как модули, которые можно подгружать, выгружать. Они работают на уровне ядра и выполняются в одном этом пространстве. И там возможно расширить возможности ядра с помощью модулей. Ну, просто скажу то, что модулей много уже сделанных. Они в Linux странят, в libmodules, ну, основные, которые изначально даются вам вместе с дистрибьютием. Они в libmodules, во FreeBSD, в boottermal обычно заканчиваются на .ko. И как им управлять? В Linux там утилит побольше. В FreeBSD немножко пологичнее название этих вещей. Как бы загрузить, выгрузить и показать, какие загружены в данный момент и их состояние. Еще такой момент, чтобы модули делать, нужно кое-что знать. Во-первых, нужно знать C. Это важно. Потому что они на них пишутся. Когда пишешь эти модули, также нужно учесть... Ну, например, когда я первый раз с этим столкнулся, я сначала впал в небольшой ступор то, что там нет libc, потом понял то, что это логично. Все, что у вас есть, это ваше ядро, все функции, которые вы можете вызывать, они находятся только внутри ядра. И больше вы ничего делать не можете. Ну, также внутри того, что вы написали. И также нужно будет читать много кода исходников системы. Например, для того, чтобы что-либо реализовать, например, да и элементарный вывод с помощью какого-нибудь драйвера, нужно будет читать заголовочные файлы, что он принимает и как он вообще это делает. иногда тоже нужно знать. Поэтому, когда дистрибутиру устанавливаете, лучше и маны загрузить, и эконсации тоже. Да. Это все придется читать и много знать. Ну, теории тут, на самом деле, не так много такой словесной, поэтому сразу проще показать какой-нибудь код работающий. Сейчас. Я вчера вечером быстренько что-то написал. Сейчас. Вот. Он маленький, всего в 30 строчек. Делает он простую задачу. Когда загружается, он пишет всем привет, когда выгружается, он пишет всем пока. Чтобы модуль работал, нужно выполнить несколько действий. Во-первых, это написать вот эти вот минимальные инклюды. Как минимум, потому что через модуль H организуется то, как ядро вообще будет знать о наличии этого модуля. Кернеллаж для того, чтобы оно работало вместе с ядром, чтобы знало, какие вызовы можно использовать и так далее. Ну, в общем, оно работает с ядром, поэтому нужно включать заказовочные файлы ядра. Далее нужно организовать, ну, забить информацией такую структурку, как модуль Data. В нем всего три поля. Первое – это нужно название модуля написать. Потом EventHandler, то есть место, где будут обрабатываться ивенты, о чем я сейчас расскажу. И экстрадата, которая тут не используется. Вот, про этот матерс я чуть попозже скажу. Как это все происходит? Модуль, ну, как бы, есть код, он обрабатывается. И нужно, в зависимости от того, что от этого модуля хотят, чтобы он как-то это делал. Кстати, на черном фоне нормально видно. Это происходит следующим образом. В EventHandler, то есть функцию, которая организует распределение ивентов, передается индовое значение event. Это... Они описаны в модуль .h. Вот, это можно прочитать. Там, в общем, числом описывается, какое действие нужно выполнить. Ну, и логично, что дальше идет свитч по нескольким кейсам. В данном случае по двум. По загрузке, разгрузке. И в зависимости от того, что от него хотят, он выполняет это действие. Если действие не поддерживается, то переменная e дается то, что... Ну, я это не поддерживаю, и возвращается соответственное значение. Если выполнено что-то нормально, возвращается 0. Ну, как успешное решение. Вот. И вот этот вот макрос, он сделан... Он опять же описан в модуль .h. Он... Сейчас. Он как бы дает понять ядру, что это за модуль, потому что он передает вот эту вот структурку. Как его имя, как его вызывать, и вообще кто такой, какой тип модуля. Ну, там еще пара параметров есть. Ядру немножко выводил, что это драйвер, но он это понимает и особо не ругается. Дальше. Ну, вообще, это система FreeBSD, это сейчас, как это во FreeBSD делается. Здесь удобная штука с... Ну, как это собрать с makefile. Там достаточно иметь маленький makefile. Тут нужно всего лишь сказать, как его название и где лежат коды. Вот. Забить две перемены, которые описаны... Ну, здесь. И добавить вот этот вот файл. BSDK.ymot.mk. Он существует в исходных кодах FreeBSD, и там умная система make описывает, как это все должно собираться. Поэтому, ну, опять же, надо достаточно забить две переменные, и оно все соберется так, как нужно. Вот, как бы оно скомпилировалось. Слишком умный компилятор сказал то, что время изменения у меня совпадает с время компиляции. И когда мы его скомпилировали, мы его можем загрузить, если... Ну, посмотреть, какие файлы у нас здесь есть. Мы видим то, что у нас появился hellofs.co. Вот это и есть наш модуль. И сейчас его можно загрузить. Что? Вот. Ну, как бы он загрузился и сказал то, что всем привет, там, hello fest. Я загрузился. Вот. 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 Если когда достаточно писать, то видно то, что он у нас здесь есть. Вот он. И когда мы его, соответственно, выгрузим... Он выгрузился и сказал всем пока. Ну, это элементарный пример. Просто что нужно сделать, чтобы оно заработало. Сейчас покажу пример реальный, что сделал я. для небольшого предусловия. Ну, все, наверное, знают, что такое сплэшкрин. Вот. И захотелось внезапно одному человеку, чтобы сплэшкрин выводился в виде ASCII графики. Причем не просто ASCII графики, а ASCII видео. Был выбран фрагмент из мультика Король Лев. Проще показать, как оно делается просто перезагрузкой. Ну, соответственно, модули, которые нужно загружать вместе с системой, можно указать в loader.conf, и они будут загружаться вместе с системой. Выглядит это примерно вот так. Да, тут лев рычит. Это, конечно, видно плохо, потому что разрешение 80 на 25. Но здесь можно даже попытаться разглядеть вот эту вот скалу известную. Тут, по идее, должно быть дерево. Все, что мы написали, выполняем фантазию. Да. Все вспоминаем, как это выглядело в мультике, и пытаемся перенести это сюда. Общее очертание присутствует. Ну, дальше можно логиниться. Вот. И вместо скучных строк того, как оно загружалось, мы видим всякие забавные вещи. Да, это я там по другим пользователям пытался нехорошие вещи делать. Ну, ладно, это шутка, на самом деле. Раскашивать, урод. Что за шутка? Вот. Давайте проще сделаем, чтобы это не видно. Да. Ну, к тому же сверху вроде. Здесь мы видим сразу несколько файлов, потому что этот модуль несколько сложнее, чем там, здравствуйте, до свидания. Он, вообще, он присутствует в дистрибутиве изначально, но я заимплементил сплэш-текст. Вот. Он, как бы, изначально присутствовал, но вводил графику просто, как картинку. Вот. Я сделал видео. В общем, чтобы особо много не читать, сейчас в сербцовке не искать, сразу скажу то, что в сплэш-райфе .h там имплеменится как раз структурка, которая описывает этот модуль, говорит, что там происходит. И splash.c, он выбирает, какой конкретно из сплэша запустить. Тут есть bmp, bcx, txt, ну, там разные вещи. И вызывает конкретный код. Да, я тут скупировать, я попробую еще немножко. В общем, работает он, на самом деле, просто. Это доказывается то, что это не более, чем программирование на C. Здесь мы просто проверяем, нормально ли работает у нас вывод. Дальше очищаем экран, устанавливаем background color и все прочее. И рисуем наш сплэшик. Здесь функция, которая это все выводит. Она работает довольно просто. там двойной цикл for, который по разрешению нашим уходит 80 на 25 и выводит символы в нужное место с помощью vc. И вот это мой любимый момент. Это когда я столкнулся с тем, что нет EPC. Нужен был тайм, чтобы сделать FPS. Ну, в фильмах есть FPS. И его нужно как-то организовать. И путем простого деления было решено то, что текущее время плюс 41 тысяча. Это будет время одного кадра. Вот, поэтому мы просто в цикле несколько раз вызываем это время. Смотрим, сколько сейчас времени. И если сейчас времени достаточно, мы выводим следующий кадр. Подожди, подожди. А как насчет нагрузки? О нагрузке я не думал. Знаешь, ты запустил весь камень просто в мясо. Своим лупом. Ну, скажем так, система успевает загрузиться за то время, пока она показывает. Поэтому все работает неплохо. Никто это не заметит. Если, например, когда винда грузится... Если ты представишь, что сплэш перед на какой-нибудь боевой сервак со всей кем-то... Какие соображения вообще сплэш на сервак ставить? Ну, в общем, боевой сервак особый перезагружать не стоит. А по-разному за кого-то чаще. Иначе мы не будем знать, сможет он или нет. А если не сможет? Ну, потом в своей процедуре нужно говорить по-другому. Но я не так понимаю. Ну, вот как-то так оно работает. Что это нам дает? Мы можем что-нибудь написать. И оно будет выполняться на уровне ядра в любой момент времени, когда нам это хочется. Ну, ладно. Едем дальше. Так как у нас все-таки Linux связан, меня попросили сказать, как это еще и на Linux делается. Там есть небольшие различия. Ну, во-первых, самое очевидное различие в инклюдах, нужно другие имена писать. Потому что ядра в разном. Далее. Ивенты обрабатываются немножко по-другому. Если там нам прямо в код присоединялся номер ивента, который нам нужно обработать, то здесь все мы сами говорим с помощью вот этой функции. Какую функцию нужно цеплять для того, чтобы наш модуль вызвался, например, при init, то есть при старте в данном случае. Чтобы эта функция проработала, нужно, чтобы она была описана вот так, что бы это ни значило. Я с артиринукса не читал, если честно. Значит, вытянуть код этой функции после завершения инсталлизации, то есть она не будет занимать оперативную память? Нет, она как бы сделает свое дело и завершится. Она в любом случае при правильном, при корректном завершении должна выбрасывать ноль. Ну, вообще тут плохо написано, на самом деле. Далее при exit работает примерно та же вещь. Мы, опять же, говорим при выгрузке какую функцию цеплять. Она цепляется и... А точка запяток лучше 12, че? Мне кажется, 12 это просто число, которое сюда случайно попало. Потому что оно не несет никакой смысловой нагрузки. Это, видимо, Ctrl-C, Ctrl-V сломался. Откуда ты копировал, скажи честно? Это я... Конкретно вот этот вот код для Linux я копировал из книжечек, как писать модули гидрата Linux. А там на где-то около 10-й странице. Ну, да, там... Видимо, вот эта вот часть на 12-й, вот эта на 13-й. Поэтому... Я, как бы опять скажу, для Linux я модули не писал, поэтому просто взял достоверный источник и оттуда достал пор. Более-менее понятно, как это работает. Далее там есть некоторые фичи. Ну, например, самая модная фича — это KPL, конечно. Можно указать то, что мы под этой лицензией распространяем наш модуль, скажем так. Дальше функция sayHello, которая просто выводит. Принтка — это, кстати, функция, которая описана в модуль.h в Linux. Она выводит сообщение про состояние ядра. Ну, должна. Здесь я просто вывожу строчку. Дальше существуют такие чудесные вещи, как экспорт-символ. Это... Когда мы говорим экспорт-символ sayHello, это значит то, что нашу функцию sayHello можно цеплять абсолютно из любого места ядра. То есть они будут знать о ее наличии и знать, куда в памяти обращаться. Ну, так же, как и другие модули, соответственно. То есть можно загрузить один, и потом загрузить второй, и второй, не имея эту функцию, может цеплять его из первого, если сделать экспорт-символ. И, конечно же, можно сделать экспорт-символ GPL, и тогда эту функцию смогут цеплять только те модули, которые написали модули лицензии GPL. Нет, неправда. Так, по идее, должно работать. Нет, неправда. А вы можете рассказать, как это происходит? Это макрос, наоборот, дает пользоваться модулем, да и пользоваться вызовами подсистем, которые разрешены только для модулей, которые при лицензии на все условия. Главный кейс, значит, я перепутал. А керминфо это... Это истормодуль.h можно почитать на любой машине с гидроссом. Я говорю, у меня... Линукса нет. Здесь конкретно. Я не отчитал сорции. Это просто пример, как это делается в общем и целом для линукса. Вот, и хотел бы сказать немножко про безопасность модулей. Не надо забывать то, что все, что вы там понаписали, происходит в kernel-спейсе. То есть вы спокойно можете там, например, засрать вывод, что я один раз благополучно сделал случайный перепут в цикл. Или, ну, если там... Память. Ну, специально написать можно там память в грохоте или еще что-нибудь. Ну, способов тысяча. Например, да. Кстати, а что может такого страшного произойти, если ты фигни напишешь? Ну, что страшного? Например, написал фигни, которая должна что-то ударить с диска, и неправильно ее написал, а она удаляет что-то важное. А, еще вопрос по поводу... При этом не проверяя, там, пермищины как-то. Привод, про твой замечательный лут. Вот, смотри, работает этот лут, да? Что-то еще параллельно на этом гидре может работать? Нет. Сам понял. Ну, то есть, наверное... Ну, вообще, по идее, нет. Владимир, то есть ты хочешь сказать, что ты своим замечательным флэш-скрином... Ну, да. Очень жалко. Подожди, а если там... Как будто у кого-то здесь... Подожди, а если на одном ядре запустить, то пикню. У тебя вся система перестанет отвечать на все остальное, правильно? Не думаю. Не знаю. Ну, там все-таки существует тренировщик, который определяет, что делает в данный момент. Просто я думаю, что это очень полезно иметь для серваков с одним самым процессором, например. Не, можно там намутить цикл или плюс-плюс, он реально будет тормозить, если эти модули нагружать. Там, скажем, ну, сделать два-три модуля, которые делают и плюс-плюс в цикле. И они будут грузить систему. Пополнить. Да, просто подгрузить ядро, которое будет выполнять бред, но при этом грузить процессор. Как-то так. Когда не узнаешь, что ты делаешь? Майкрософт так изначально. Почему? Ну, в Майкрософт там память не может материть у них, похоже. В цикле тоже делаешь. Не может ли ядро грузить систему? Ну, ладно, дальше. Опять же, думайте, что пишете, и после того, как написали код, еще раз подумайте, что вы написали. Я не особо думал тогда, но я понял то, что оно ничего не сломает. И в любом случае, например, модуль можно выключить, те, которые загружать при загрузке системы. Это несложно делать. Да, правильно. Показать и все. Ну и то, что способов убить систему достаточно много, это мы тоже сказали, там, бесполезных цифров наделать или еще чего-нибудь. И система будет тупить. Причем она будет работать на уровне ядра и думать, что все хорошо. Ну и, наверное, как-то все. Может, еще вопрос у кого есть? На уровне ядра в каком режиме работает система? В реальном или уже именно в защищенном? То есть, обеспечивается ли там действительно многозадачность какая-то, хотя бы минимальность? Процессор не может выйти из реального режима. Ой, из виртуального режима, если вошел в реальный. Ну, как бы, да. Процессор можно перевести в реальный режим, только перед загрузкой. Аппаратная. Там, говорят, был какой-то костюм, чтобы перевести его обратно в реальный, но... Да, это делалось контроллером. Наверное, просто больше вопрос. И если там планировщик третит ядра или нет? Ну, вообще, планировщик там какой-то есть. То есть, ну... Как бы, если бы оно все выполнялось в одном потоке, и вот этим чудесным циклом, который цепляет время, оно бы реально просто все зависло. Да, вместо ядра. То есть, это доказывает то, что система расправливается. Если на одном ядре работает? То есть, на одном ядре оно тоже проработает, потому что там тренировщик существует. А мы можем сейчас сделать... Удлинить этот цикл и прояснить полагатство в качестве? Удлинить этот цикл, а что мы им сделать, например? А сколько его удлинить? Не, а там... На 17 сантиметров. В общем-то, как мы проверим то, что оно заработало? Потому что мы кроме этого сплощения ничего не видим. Ну... Можно, можно, можно... Сейчас, наверное, можно что-нибудь сделать. Проиграть можно в несколько раз? Упс. У меня больше не было. Так... Мне виртуальной машине не жалко, на самом деле, местный счет есть, поэтому... Не, я имею в виду дробов. У нас еще получим самопрезентацию. Вот как раз... Давай, если вы имеете в виду, ладно. Давайте нам получать... А может, действительно, содержание замечено? Просто убрать весь вывод и оставить только цикл, посмотреть за весь... Можно вместо вывода что-нибудь тут сделать. Например, бесконечный цикл. У меня на этой машине нет сети. Потому что... Ну, чтобы все посмеялись, когда устанавливаешь сетевые драйверы VirtualBox, 10-ый Windows ломается. Совсем. Вот вопрос, наверное, многих интересует. Причем в Windows еще 10-ый. Это... Это модно, ты не боялся. Это вообще дископный компьютер, он не особо рабочий. Там... Там... На нем ВКонтакте сидят, в игрушке играют за них как-то. Я только вижу, как на Lenovo... T14 какая-то серия или... Это X220. Я не думаю, что вот такие... Вот, как это кажется. Они просто... Ну, подносите... Это просто неважно, что они слабые. Можно... ...как... ...как... ...короче, ладно, пусть как-то так будет. Там, там, с ними, блин, что-то сделано. ... Семизаторами это нет? А, семизатор тебя, я думаю... ...мы... ...а, мы... ...вот... Все, мы повесили систему. Можно кулаком попить в клавиатуре, оно в бесконечном цикле и ура, прямо на руках. Виртуал лучше посмотреть состояние машины. Да можно на самом деле виндовый открыть сделать. Ну, как бы вот, 33% выжигает вертолбокс, просто операции не плюс-плюс. У меня процессор двухъядерный, там 4 подобных. Ну, в общем, еще был доказательство того, что нужно думать. А ты в автозапуск его еще добавил? А это чиниться. Его можно отключить. Можно только сейчас посмотреть? Вот только что предыдущая, где страница была на фрейм раз, то есть потом выводит. Тут если только пауров. Принудительный. Мода же не перезагрузится теперь, практически. Мода же не перезагрузится. Нам показывают пряку по-дорогу, вот когда я даже добиваю. На винде. Пряку по-дорогу у меня идея, нормально. Да ладно, винду с этим нормально. Как АСКИ делали? А там через видеоконвертер какие-то добрые люди смогли сделать кое-что. Там вставляешь видео, указываешь разрешение, он выдает file.dxt с этим. Ну, как бы подкоп. Нет, не подкоп. А вот где выводят? Да, кстати, он сразу зависит. Он не вывел, что он не вывел. Он сразу зависит. Вот это немного странно. Видимо, модуль проработал быстрее, чем вывод. Значит, хороший модуль может проработать. Ну, здесь то, что оно не зависает, означает только то, что цикл работает. Да, мне повезло. Да, мне повезло. На самом деле, мне один раз не повезло, я не в ту сторону циклов сделал, я реально повесил систему. Вот. А что будет, если туда слип автоматыкать? Там есть слип. Ну, вообще слип должен быть. Ну, аналогик. Ну, да. Ну, он будет слип. Это, ну, это как троллинг, когда, там, в вашем си прописываешь, слип один. Вот. Люди, они, когда через СССР коннекты, там, думают, почему у них все тормозили. Примерно то же самое, только на уровне ядра. То есть, можно, например, сделать цикл по 10 миллиардов, и он будет тормозить систему очень сильно. Невероятность, я не знаю, что я сказал. Еще вопрос. Вопрос был, на самом деле, такой, может быть, не по существу. Почему у тебя вот цикл вывода не под ИФом, а в предыдущий код у тебя не обрабатывается не штатная ситуация, а потом штатная ситуация под тремя ИФами? Ну, это так. Вот почему здесь не просто ИФ-условие, тогда вот эта вся гирлянда циклов? Ну, это так. И о чем? А, да, здесь, в общем, моего кода процентов 60 примерно. Просто разный код, как ты что, вдвоем хочешь или у тебя расстояние? Не, модуль Splash Text, он существовал, просто он выводил не видео, а он выводил картинку. Вот. И чтобы уводить видео, я тут дописывал много чего, всякого разного. И код, который был до меня, я не пробовал. Пусть он работает спокойно или работает дальше. Ну, как бы можно было и покрасивее. Можно было и в цикле скобочку поставить в человеке. А вот пример еще событий. Вот год, год, давно, а что еще? На самом деле... Ну, сейчас. Упас. Да, устроилось. Да, устроилось. Как бы вот, я специально скопировал module.crash, потому что думал, что кто-то про него что-нибудь сбросит. Это, в общем, сделал глупость. Четыре события, которые тут, в принципе, есть. И с двумя следующими я особо не разбирался и лучше врать не буду, что они конкретно делают. То есть, ну, код выполняется обычно либо при загрузке, либо при выпуске. Ну, при выпуске обычно даже ничего не выполняется. Закрывает какие-то каналы, через которые общался с кем-то. Или что-то такое. Ну, допустим, у него с кем-то пайпы были открыты. Или с закрытым. Чисто для этого сделано. Ну, в общем, наверное, все, да? Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ